Как вы живете? Ох, душно, много туристов. Ну, космический корабль, несколько тысяч человек. Мне было очень неудобно. Ну, ты успокойся. Мы даже не знали, что будет завтра. Это, конечно, небо-земля. Николай и Марина, добрый день. Добрый день. Мы находимся в Питере. Я сегодня буду задавать вашей прекрасной паре вопросы, которые будут посвящены бизнесу Herbalife Nutrition. Вопросов будет много, ответов, надеюсь, будет тоже много. Вы готовы? Готовы. Мы с удовольствием поделимся. Расскажите мне немножко о себе, чтобы поближе познакомиться. Сколько вам лет? Меня зовут Марина, мне 38 лет. Николай? Николай, 42 года. 42 года. Сколько вы вместе как семья? Ох, скоро будет 20 лет. 20 лет. 20 лет. И сколько из этих 20 лет вы в бизнесе Herbalife? В бизнесе Herbalife мы 9 лет. 9 лет. Вместе получается, верно? Вместе. Вопрос первый. Расскажите мне о вашей семье. Как вы живете? Где? Ну, у нас двое прекрасных дочерей. Да. 13 лет и 5 лет. Да. Мы любим очень путешествовать. Да. Мы семья вообще таких путешественников. И когда мы возвращаемся снова в путешествие, дочери уже спрашивают, а когда, куда мы едем дальше? В следующий раз. В нас в следующий раз, да. Мы строим дом для нашей семьи. Вот. Николай. Да, у нас как бы двухкомнатная квартира, но всегда была мечта, мечта моя, чтобы у нас расширить площадь. Поэтому мы стали строить дом. Тем более финансовое положение у нас кардинально изменилось. А так было всегда по поводу вашего материального положения? Нет, конечно. Нет. Почему? Потому что Марина начинала одна. Да, она расскажет сама свою историю. Первое. А я, естественно, был на простой занятости. Я строитель. Да, у меня должность была строителя. Это простая должность, которая, ну, любой человек. Доход там был небольшой, поэтому позволить себе дом я точно не мог. Но мысли всегда были положительные, что все получится. Тем более супруга начала заниматься бизнесом, и я попозже к ней присоединился. Марина, кем ты была в Доггер Блэйв? Я в Доггер Блэйв работала в туризме. Это вообще была мечта моего детства. Я мечтала путешествовать много. Тогда уже себе загадала, что это будет профессия, которая мне позволит открыть горизонт и путешествовать. Но на самом деле путешествий-то не так много в туризме мне оказалось. А больше работа в офисе, где душно, где много туристов, где постоянно звонки, какие-то стрессовые ситуации очень много возникало. Ну, немножко розовые очки так с меня спали в этой профессии. И я больше семи лет работала в туризме. А затем, уйдя в декрет, уже я познакомилась с Гербалайф. Ты помнишь, как это было? Да, я помню, как это было. Проводником была женщина, с которой мы познакомились случайно на общей вечеринке, на общей встрече. И она мне сказала, что я занимаюсь с Гербалайф. А так как Николай был знаком с этой компанией уже ранее, я знала, что это хорошо. Ну, с его слов. Да, меня 18 лет познакомил папа с продуктом. Я безумно в него влюбился. Почему? Потому что это был для меня, как космический корабль. Принесли баночки, написано было красиво, какие-нибудь иностранные буквы, витамины и минералы. Сказал, вот это мы кушаем, потому что это здорово. У меня был недобор веса. Я 56 килограмм весил, и для меня это было как палочковая ручалочка, потому что я всегда хотел поправиться, но мальчикам всегда это свойственно. Девочкам худеть, мальчикам поправляться. Я буквально за полтора недели, где-то две недели поправился на полтора килограмма. Он был безумно счастлив, у меня лучшее самочувствие. Ну, это я ощутил, как на... не знаю, это было здорово, конечно. Вот, с продуктом я вот познакомился через папу. Скажи, пожалуйста, а закончился продукт, и получается, вы больше с ним какое-то время не встречались? Ну, мне было 18 лет, я уже, честно сказать, не помню, почему так получилось. Как у вас развивался процесс, для меня это очень важно, перехода просто от клиента, которому нравится продукт, в бизнес? Когда было принято решение попробовать? Слушайте, начала получать результат. За три месяца я снизила 9 килограмм. У меня шикарно ушли объемы, да, начали как-то глаза блестеть. Ко мне в гости приехала моя подруга, вот, и говорит, Марин, таки изменения, ты такая стройная стала, классно выглядишь. А у нее тоже были вопросы, которые нужно было решать. И я сказала, что есть продукт, который мне помогает, и есть система, да, в которой можно получать результат. Вот, и человек уезжал в другой город, и она сказала, мне нужно, чтобы приобретать продукт, лететь в другой город, мне нужно зарегистрироваться. Таким образом, мы с ней в один день принимаем решение стать бизнес-партнерами. Класс. Да, подписываемся в один день, и это вот толчок моего бизнеса. Затем другие мои подруги присоединились, да, к моему результату, к получению результата. Сказали, мы хотим с тобой заодно. Затем я как-то неосознанно выложила, мы съездили на море, я выложила фотографию в соцсети, что в купальнике, мы там с семьей отдыхаем, и люди, вот даже мои бывшие коллеги с туризма, они сказали, Марин, ты вот после декрета вообще круто выглядишь. Ну, действительно, результат был налицо. Очень круто я смотрелась, и посыпались вопросы. А так как у меня был уже контракт с компанией, да, то я начала обслуживать клиентов. Николай, помните ли вы тот момент, когда Марина начала заниматься бизнесом, сидя в декрете? Как вы отреагировали, и самое главное, почему вы решили поучаствовать? Мы поехали в Турцию, это была школа будущих миллионеров. Я вот так первый раз познакомился с таким мероприятием грандиозным. Это для меня было что-то вау, потому что, когда я вошел в зал, там было несколько тысяч человек, была классная музыка. Вот эти эмоции, улыбающиеся люди, и я так первый раз познакомился с компанией, да, с этим бизнесом. Мне очень все понравилось, я, естественно, не задумываясь, присоединился. Ребят, скажите, 9 лет назад, можете ли вы вспомнить то время, как вы жили, где вы жили, что вы чувствовали, может быть, о чем мечтали? Мариш, я спрошу у тебя, потому что у тебя уже влажные глаза. На самом деле мы даже не знали, что будет завтра. У нас был маленький ребенок, и Николай работал, как бы работа была очень нестабильна, и мне приходилось все время деньги просить у родителей, занимать деньги, мне было очень неудобно. Да, и большей частью времени мы проводили время, ну, жили совместно с родителями Николая, в этом тоже было определенный дискомфорт, неудобно, ребенок рос. Вот, и завтрашнего дня просто не было. Мы не путешествовали, мы ничего не покупали, все было очень так серенько. Ну вот, успокойся, давай мы сейчас перенесемся в сегодняшний день. Я просто хочу, чтобы ты улыбнулась. Николай, что сейчас, спустя 9 лет? О, ребята, все изменилось кардинально, это, конечно, небо земля. Я уже даже забыл, как все это выглядело на самом-то деле, потому что мы сейчас строим прекрасный дом, да, в замечательном месте, там, где мы хотели. Вот, семейный большой дом, чтобы у нас были всегда гости, все, кто угодно, мы всем рады. Да, два автомобиля, мы путешествуем туда, куда хотим, да, несмотря на ценник, можно так сказать, потому что раньше это было именно так, как сейчас выразила Марина. Вот, мы, естественно, смотрим в будущее только со светлыми глазами, все у нас замечательно, да, и мы движемся к светлому будущему. И сейчас мы плачем от радости. Николай, Марина, я вам очень благодарен за эту эмоциональную беседу. Огромное вам спасибо, что пригласили, и для нас тоже это был определенный опыт и шаг вперед. Да, благодарю вас за чудесную встречу, рады быть с вами познакомиться. Можем пожимать руку. С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо.